Что, друзья, приветствую. Приветствую всех. Молодцы, кто сегодня собрался, отложил немножко все свои дела. На связи Андрей Елисеев. Я лидер сообщества Меркуи. Вот уже несколько лет, а это уже седьмой год, являюсь участником сообщества. Несколько лет в квалификации лидера. Лидер – это такая должность интересная, которая помогает другим участникам разобраться во всех нюансах работы системы. Система действительно придумывалась вот уже 11 лет, и сейчас пошел 12-й год, и в ней постоянно что-то новенькое, постоянно что-то интересное. Поэтому денежные потоки – это не просто какой-то коммерческий проект в интернете, чтобы срубить бабло. Это, конечно же, касса взаимопомощи нового поколения, которая придумана, создана специально для людей, причем таким образом, чтобы каждый из вас первое получил соответствующее образование. Кайфолог, наверное, да? Вы слышали, да? Что есть такая профессия нового времени, называется кайфолог, да? То есть тот человек, который имеет первое – возможность. Кто такой кайфолог? Человек, который имеет финансовую возможность наслаждаться этой жизнью. Дальше. Соответствующие знания, компетенции, да? В сфере, как быть счастливым человеком. А то многие люди умирают, даже не зная, как вообще жить счастливым человеком. Они всю жизнь как-то боролись, борются, борются с кем-то, с чем-то, с обстоятельствами. Потом уже самим собой борются. Не понимают, что не надо ни с кем и ни с чем бороться, надо просто жить немножко другой жизнью. Поэтому кайфолог – это шикарнейшая профессия нового времени. Это я бы сказал, есть в школе, когда предметы изучают, есть такое факультативное занятие, то есть дополнительное такое образование. И там уже дети выбирают те или иные факультативы, иногда даже вообще выходящие за рамки школьной программы. Тут, по сути дела, кайфолог – это вот такой факультатив, выходящий за рамки обычной серой жизни, представляете, да? Поэтому становитесь все кайфологами, научитесь по-настоящему наслаждаться этой жизнью, и все у вас начнет меняться. Не только даже в сфере денег. Ладно, мы здесь сейчас про деньги чуть-чуть поговорим, да и все. Но как вопрос с деньгами решается, уже возникает следующий вопрос, да, который хочется. Хочется быть здоровее, поправить здоровье, потому что у вас на это не было физически ни времени, ни энергии, ни сил, ресурсов. И даже подумать об этом нету времени, да? То есть человек живет на силе воли. Так получается, что с детства вселяет вот такую веру в необходимость «надо». «Надо это», «надо то», «должен это», «должен то». И человек живет с вот этими мыслями «надо» и «должен». То «надо ему», то он вечно кому-то что-то должен. Но себе-то тебе ничего не надо, себе-то ты ничего не должен. Может, остановился бы и задумался, может, и себе чего-то должен, да? Должен уделять время своему телу, здоровью. Должен разобраться с деньгами в своей жизни. Должен разобраться с счастьем, должен ответить на базовые вопросы. Кто я? Куда я пришел? Для чего я родился на этой жизни, на этой планете? В чем смысл моей жизни? То есть вот это каждый человек по-настоящему должен. Это ответить хотя бы на вот эти базовые вопросы. И потом идти в правильном русле. Если человек, ему нравится общаться с другими людьми, иди в русло общения с другими людьми. Если нравится мастерить руками, и человек от этого получает кайф, надо идти вот в это русло и творить. И твои шедевры просто будут в этом мире очень цениться и стоить очень дорого. И так далее. Все, что сотворено душой, ценится всегда очень дорого. Поэтому, друзья мои, мы сегодня поговорим чуть-чуть о деньгах. Но по-настоящему наше сообщество не о деньгах, а о людях. О их жизнях, судьбах. И есть такая интересная мысль. Я эту мысль понял чуть попозже. После того, как я уже пришел, конечно же, в сообщество. Через несколько лет. Я понял, что с сообществом жить намного проще, чем без него. Поэтому, друзья мои, я скажу вам, что это действительно так. И каждый раз, чем дольше я нахожусь в сообществе, тем дольше я убеждаюсь, что с сообществом и всей нашей финансовой инфраструктурой, потоками, не знаю, там, всеми возможностями нового времени жить намного проще, чем без него. Чем жить наедине, можно сказать, сам на сам с системой. И не важно, в какой стране вы живете, вообще не важно. Важны совершенно другие вещи. С кем вы повелися, на что вы повелися, куда вы повелися. Многие спрашивают, почему я денежных потоков не слышал до этого. Как же такое? Я же там в интернете звездю постоянно. Но не слышал. Я столько лет в интернете. Во-первых, у меня возникает вопрос. Первое. Почему все о себе такого мнения, что вам интернет должен первому об этом рассказать? Это первый вопрос. Есть еще куча разных объединений других людей, которых мы даже не знаем. Второе. Если вы не слышали о денежных потоках, значит, вы были где-то в другом месте с другими людьми и занимались другими делами, понимаете, которые вас привели к чему-то. Неважно, к хорошему, к потерям, не к потерям, может, к прибыли привели. Вот и все. А сообщество развивалось в своем параллельном мире. И потом, когда ваши миры пересеклись, а вы в этой точке услышали об этой возможности, вы могли бы услышать и пройти мимо. Но вы услышали и пошли вместе с сообществом. Что, в принципе, и правильно абсолютно сделали. Так, ну что. Возвращаемся к нашим потокам. Немножко чуть-чуть поговорили о жизни. Теперь народ чуть-чуть подсобрался. Это хорошо. Прежде чем понять смысл образования нашего сообщества, надо понять, как устроена мировая финансовая система. Потому что если бы она, возможно, была бы устроена как-то по-другому, более по-человечески, может быть, и не нужно было бы вообще создавать такое сообщество, которое сейчас у нас есть. Но в связи с тем, что мировая финансовая система устроена по другим законам, где низы кормят верхи, и причем это во всем мире, то, соответственно, нужны подобные объединения, чтобы люди хоть как-то помогали друг другу, и людям становилось реально проще. У них появлялся хотя бы шанс жить как-то по-другому. И причем не просто как-то, а весьма свободной, насыщенной, полноценной жизнью. Ведь по древним вообще ведическим писаниям на планете Земля могут без проблем жить полноценной, но при условии, что философия не потребления у людей, а философия природосообразного мышления. Это когда живем в ладу с матушкой природой, мы нее не гробим, не, извиняюсь за выражение, засираем, мы о ней заботимся. Это называется природосообразное мышление. Так вот, по древним ведическим писаниям на планете Земля в лед, весьма обеспеченной жизнью, в сытости, в достатке, могут жить более 50 миллиардов человек. Вообще без проблем. Возможно, даже еще и больше, если мышление еще было, соответственно, больше. Но если идти по технократическому пути, если матушку природу подминать под себя, то, соответственно, тут и миллиарду мало будет на нашей планете. Так, значит, чтобы у вас появились соответствующие понимания, представления, знания, смотрим фильм «Деньги. Пирамида долгов». Если же вы еще его не посмотрели, то я настоятельно вам рекомендую в очередной раз это сделать. И не тяните время. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше вы поймете смысл создания сообщества. Для чего, почему, для чего вот это вообще объединение, новую форму объединения людей, которая позволяет каждому человеку иметь возможность жить в финансовой свободе. Зачем это взаимопомощь? Зачем это взаимовыручка? Зачем это все вообще придумано? Поэтому пока вы не посмотрели этот фильм, вы ничего не поймете. «Деньги. Пирамида долгов» и потом, когда вы уже его осилили, и у вас уже появилось какое-то чуть-чуть представление, потому что в фильме «Деньги. Пирамида долгов» в основном акцент на деньгах. А вот в следующем фильме, более мощном, там акцент в общем на жизнь, на мироустройстве и на модели человечества, какие могут быть модели, и на анализе того, что сейчас есть. Там вообще очень мощный фильм. «День. Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Либо «Зейдгейст». По-другому это можно назвать. Поэтому те, кто еще не посмотрели эти фильмы, начинаем с «Деньги. Пирамида долгов», потом идем на «Зейдгейст». Первая, вторая, третья часть. Если вы еще не посмотрели эти фильмы, я настоятельно вам рекомендую это сделать. Иначе у вас не будет глубинного понимания, для чего и почему сообщество вообще возникло. Почему вообще? Потому что вы не владеете вообще информацией, что происходит в этом мире. То, что говорят по телевизору, это 5% завуалированной информации того, что сейчас по-настоящему происходит. И не сейчас, а вообще. Поэтому изучайте этот мир, изучайте те законы, по которым в данном случае работают деньги, и все у вас будет очень хорошо. Потому что эти фильмы дают знания, а наше сообщество дает практику. В итоге у вас появится и практика, и знания. Когда вы начнете делать практику, уже обладая знаниями, как это было у меня, то есть все эти фильмы я посмотрел еще в далеком 2007 и 2008 годах. Понимаете, да? То есть потом, когда через 10 лет, после того, как я уже знал эту базу знаний, через 10 лет приходит ко мне информация о сообществе, я это воспринимаю на ура. Почему? Потому что я уже обладаю знаниями. Понимаете, да? Почему, зачем? Я нашел человека, так получилось в жизни, что ко мне сам пришел человек и рассказал об этой прикольной возможности нажимать на кнопочку и получать деньги. Понимаете, да? Я в этот же день зарегистрировался, в этот же день создал первый свой взнос, и в этот же день нажал первый раз кнопочку, и в этот же день начислил первый раз. Это было в декабре 2017 года. Я, конечно, вот такие глаза сделал, но, тем не менее, я терпеливо, спокойно нажимал на кнопочку и изучал. А потом, когда я уже изучил смысл создания сообщества, у меня это просто вау. Одно дело, я 10 лет назад уже обладал знаниями, как устроена мировая финансовая система и в общем, да, мироустройство. А тут я нашел, так появилось, что в моей жизни появился человек, это основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин, который уже это делает, он уже объединяет людей и жить как-то по-другому, жить в каком-то другом мире, иметь совершенно другие возможности. По фильмам поняли все, да? Поэтому не тяните. Чем быстрее вы освоите эти фильмы, тем быстрее появится у вас глубина. Как только у вас появится глубина, вас уже с нормального пути будет не столкнуть ничем, ни каким-то коммерческим проектом. Ну, единственное, конечно, если вы пойдете влекомые какой-то жадностью, ну, значит, у вас просто еще много процессов внутри вас непроработанных. Где-то надо еще потерять, где-то пострадать, где-то намучиться. Тогда, да, надо идти и дальше, как говорится, в тренажере под названием «Жизнь» качать те мышцы, которые недокачаны. Но если вы уже чувствуете, что вы уже подкачались, а как бы хватит, да? Хватит потерь, хватит потерь времени, сил, нервов, ресурсов, то оставайтесь здесь в долгую, и все у вас будет очень хорошо. Вот. Поэтому сообщество создано, чтобы с ним жить. Вот это один раз, и навсегда поймите. Оно не создано, чтобы срубить бабло и свалить, да? Как происходит в разных сейчас онлайн-коммерческих проектах. Оно создано, чтобы в долгую с ним жить. Именно поэтому здесь все заточено в долгую. Поэтому те хайперы, которые часто приходят по привычке сюда, они не понимают, почему здесь так все заточено, как-то сложно, что ли. Ну, сложно, да? Сложно – это означает ложно. Здесь не сложно. Надо просто разобраться. Здесь все очень просто. Я очень просто управляю своими разными платформами. Девятью сайтами я управляю очень просто, быстро. Главное – уметь настроить свой телефон, и у вас все будет шикарно. Свои кабинеты. Идем дальше. По теории мы разобрались. Теперь. Я думаю, что вы замечаете, да, как наш мир существенно меняется. И ближайший год, два, три, будут тоже колоссальные перемены. Все. То есть мир ускоряется, и теперь перемены. Раньше были раз в 10 лет переменка какая-то, да, которая вот идет как-то эволюция, идет, идет, идет. Потом раз в 10 лет и все, и свернули мы сюда, да, потом идем раз в 10 лет, свернули сюда, вот так вот, да. То теперь, теперь на данный момент все перемены, они раз в год, раз в полгода, понимаете, да. То есть сжалось, время сжалось и ускорилось. Поэтому на данный момент, если вы не будете в информационном поле и не будете следить за развитием сообщества, то многие возможности тоже сможете упустить. Поэтому рекомендую вам всегда быть в информационном поле, всегда следить за тем, что происходит. Всевозможные акции, всевозможные новости, всевозможные лайфхаки, всевозможные, дают колоссальные возможности. Если грамотно, знающий человек их применяет. Поэтому находитесь в информационном поле, это дает колоссальные преимущества и в денежном эквиваленте в том числе. Так вот, друзья мои, мир изменился и продолжает меняться стремительными шагами каждый день. Только последние 4 года что нам принесли? Пандемия, мир изменился. СВО, мир вообще продолжает дальше меняться. Цифровые валюты вводятся во всех странах этого мира. Дальше. Нейросеть, искусственный интеллект. За 4 года 4 глобальнейших изменения. Нейросеть вообще сейчас, рынок труда будет полностью перекраивать. Поэтому, друзья мои, и что еще, говорится, будет впереди? Поэтому старые методы заработка тоже плавно умирают и рождаются где-то либо новые методы, либо видоизменяются. И в основном в онлайне по-настоящему остается только один вид. Заработка – это, конечно же, инвестирование, друзья мои. Даже смысл этого термина существенно изменился. Если раньше инвестирование – это были классические акции, облигации, недвижимость, бизнес, то сейчас это олицетворение любого вложения. Вот неважно, что вложили либо время, материальные, нематериальные активы. Сегодня даже картинки NFT, даже участки на Луне, участки на Марсе – это считается активами и так далее. То есть вы купили на торгах какой-то антиквариат, какие-нибудь кроссовки в единичном варианте выпущенные, и вау, это тоже считается активом и так далее. То есть на данный момент какие-то инвестирования – это настолько широкая, просто необъятная, я бы даже сказал, сейчас сфера, что наше сообщество создало свою финансовую инфраструктуру и свои инструменты. Свои финансовые инструменты, которые не просто так где-то придуманы, они выстраданы, можно сказать, нашим сообществом с помощью анализа тех или иных действий больших групп участников нашего сообщества. были созданы и прекрасно уже четвертый год работают такие финансовые инструменты, как денежные потоки, друзья мои. И причем это такой финансовый инструмент, который с наскока вы не поймете. Здесь надо сесть и разобраться, здесь надо ходить на презентации, здесь надо ходить на командное обучение, конечно же, надо открыть потоки для того, чтобы понять, что это такое и как они работают. Ну и, конечно же, эти финансовые инструменты будут давать вам колоссальную прибыль. Если вы в них разберетесь, если вы будете оставаться в информационном поле и пропитываться знаниями, пропитываться лайфхаками, пропитываться опытом лидеров либо опытных участников нашего сообщества, и вы будете по крупицам собирать этот пазл под названием «Жизнь свободного человека через инструменты в нашем сообществе». В денежных потоках инвестирование можно начать с любой суммы. Есть минимальные суммы, и потом в дальнейшем суммы могут быть совершенно любые, но в каждом потоке своя очень интересная история. Давайте мы сейчас рассмотрим каждый из потоков. Я начну с первого потока, который я, в принципе, рекомендую обязательно иметь у себя. Это, конечно же, стартовый поток. Стартовый поток – это красная закладочка в вашем кабинете под названием «СП». Стартовый поток. Если же у вас еще нет кабинета, и вы не знаете, как сюда попали, то можете написать мне в личное сообщение, возьму вас в свою команду и помогу разобраться со всеми нюансами работы нашей системы. Если же у вас есть пригласитель, то обязательно напишите ему, он даст вам реферальную ссылочку, вы зарегистрируетесь, и у вас будет доступ к кабинету. Там есть вся информация необходимая для того, чтобы почитать, разобраться. Регистрация ни к чему не обязывает, но дает вам возможность, шанс и материал для изучения. Это первое. И второе, конечно же, список лидеров, опытных наставников. Скидывает здесь в чат бот, поэтому можете обращаться к любому, все профессионалы помогут разобраться с работой наших поток. Так вот, первый поток в вашем кабинете – это стартовый поток, друзья мои. Это красная закладочка в вашем кабинете. Стартовый поток, я его называю, это образовательно-финансовый инструмент. Вообще каждый поток имеет нотку образования, но стартовый особенно этому уделяет определенное количество времени. Стартовый поток – это своеобразный такой вот ребус, финансовый ребус, который вам предстоит разгадать для того, чтобы вы понимали, как он работает и имели соответствующий доход. И чем больше стартовых потоков у вас будет открыто, тем больше у вас будет доход. Сначала все новые участники, как правило, считают таблички, что-то где-то, но потом приходит время и понимание, успокаивается, и все начинают просто пользоваться этой системой и наслаждаться жить. Так вот, стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Это вложил – забрал, вложил – забрал, вложил, и опять забрал, друзья мои. Потому что у человека с бедным мышлением большие проблемы. Это как положить, но если он уже и положил, то большие проблемы забрать. Потому что тут уже включаются другие механизмы, когда он положил. Уже включается жадность, уже что-то еще, больше, больше, еще больше надо. То есть, а инвестор совершенно по-другому функционирует. Он вложил – забрал, и неважно, какая сумма. Всегда человек с бедным мышлением цепляется за сумму. Много – мало. Мало – много. Человек с богатым мышлением не цепляется за сумму, он цепляется за инструмент. Он цепляется за возможность. Сумму он нарастит, когда захочет это сделать. Он цепляется за инструмент, который приносит деньги на пассиве. Вот это цена для человека с богатым мышлением. Инструмент, приносящий деньги на пассиве. Человека с бедным мышлением интересует только величина денег, больше ничего. И вот за эту величину он цепляется. Вот много, мало, то есть понимаете, да? И теперь вот очень важно через стартовые потоки проработать в себе вот эти вот все моменты. Это жадность, это страх потери, это терпение. Вот эти три вещи прорабатываются только в путь. Стартовый поток разработан специально для новичков проекта. И на практике обучает всем нюансам работы системы поток кэш. Стартовый поток может быть открыт на произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели на величину выбранного вами номинала. Общая доходность стартового потока составляет 150% за 20 периодов, либо 10 месяцев. Доходность идет за счет подтяжки к потоку криптовалюты и каренсии по льготному курсу в кабинете, который существенно выше рыночного курса, который вы можете использовать в сберкассе, мани сторожи, либо на бирже Blackbit, где мы легко покупаем нашу криптовалюту и каренсии. Поэтому она пользуется очень крутым спросом. Так вот, стартовый поток работает 20 периодов, либо 10 месяцев. Один период – это две недели. Стартовый поток так устроен, что ориентировочно 7-8 периодов мы его кормим, потом 13-12 периодов он уже кормит нас. И чем больше номинал, тем он быстрее нас начинает кормить, потому что доходность выше. Чем выше номинал потока, тем доходность выше в денежном эквиваленте. Следующий поток – это очень интересный поток. Это ускоренный стартовый поток. Если вы хотите быстрее, то заходите, конечно же, на ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Мы сразу оплачиваем 4 периода, подтягиваем e-currency на все 4 периода и получаем 5-6 период вместе с e-currency в подарок. И сразу по начислениям выскакиваем на 7-й период. Как будто бы у нас в обычном стартовом потоке прошло 6 периодов, и мы вот здесь выскакиваем на 7-й период. А это период, где выпало-то уже больше, чем номинал потока. Как будто бы прошло вот эти 6 периодов. В дальнейшем мы также, как в обычном стартовом потоке, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать. И каждые 2 недели подтягиваем e-currency после каждого пополнения. После каждого пополнения. Давайте приведу маленький простой пример. Допустим, вот в обычном стартовом потоке вы выбрали номинал 10 тысяч. Все, вы туда 10 тысяч, e-currency подтянули требуемое количество. Не помню сейчас сколько e-currency. Каждый раз количество e-currency меняется, потому что происходит балансировка, потому что курс e-currency растет. Туда 10 тысяч подтянули e-currency. Прибыль у нас за счет, прибыль в сообществе, в потоках, за счет подтяжки к потоку криптовалюты e-currency. У нас смешанное инвестирование. Мы смешиваем валюту с криптовалютой, получается доход. 10 тысяч туда криптовалюту подтянули. Две недели прошло. В обратку, допустим, 2,5. Вы добавили уже из кармана 7,5 уже. Туда десятку опять e-currency подтянули. Еще через две недели. Он в обратку, не знаю, пускай 5. Вы уже добавили уже пятерку к нему. Туда десятку e-currency подтянули. Он в обратку вам, не знаю, 7 тысяч. Вы уже туда тройку добавили. Десятку закинули. E-currency подтянули. Дальше прошло еще две недели. Он вам там уже, допустим, 8500, допустим. Вы туда полторы тысячи добавляете e-currency и подтянули. Все. И проходит шестой, седьмой период, когда уже вы туда десятку, а он вам там 10500. Вы десятку туда, а 500 уже на e-currency, может, немножко добавили и подтянули. И так далее. Проходит там 15-й период, он вам 15 обратно. Вы десятку туда, на остаток купили e-currency, и часть уже у вас осталась прибыль. 18-20 период самый жирный. Вы туда десятку, а он вам двадцатку в обратку. Понимаете, да? Может даже еще больше. Вот. В зависимости от номинала он может давать еще больше и больше и больше. Чем больше номинал, тем выгоднее. То есть маленький номинал всегда дает маленький доход. Большой номинал дает большой доход. Таким образом вы прокачиваетесь, вы учитесь отдавать, брать, отдавать, брать. Вы качаете мышцу, как в тренажерном зале. Расслабил, напряг, расслабил, напряг. Вот так же вы вот эту мышцу психоэмоциональную, денежную, начинаете качать. Отдал, взял, отдал, взял. Потому что когда вы отдаете, вы напрягаетесь. Когда вы получаете, вы, ваш мозг, вернее, не вы, расслабляется. Потом вы отдаете, он напрягается. Получаете, он расслабляется. И то же самое происходит и с мышцами, да? И именно это дает возможность расширения. Вот так вот, да? Дышит вселенная, она вот так вот. Вдох, выдох. И выросла. Вдох, и выросла. Поэтому таким вот образом и идет ваше эволюционное развитие в денежных потоках. Про два потока мы уже поговорили. Следующий поток – это же, конечно же, быстрый поток, друзья мои. Быстрый поток – это быстрые деньги. Это деньги на каждый день. Быстрый поток подразделяется на два вида потока. Первый поток – это обычный быстрый поток. Второй – это супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями. С прибылью уже вместе, которую мы получаем за счет подтяжки. К потоку нашей криптовалюты и currency, которые мы покупаем по рыночному курсу существенно ниже, то есть, допустим, сегодня где-то 90, завтра может быть 95, неважно. А потоки у нас берут там по 400, стартовый поток даже по 500 берет, поэтому за счет этого получается прибыль. Вот, поэтому быстрый поток так устроен, обычный быстрый поток, что идет выплата каждый день равными частями. Одна 30-я часть каждый день, одна 30-я часть завтра, одна 30-я часть завтра, одна 30-я часть с прибылью уже вместе. И таким вот образом у вас появляются деньги каждый день вместе с прибылью. Общая доходность обычного быстрого потока от 5 до 20% в зависимости от номинала. Там где-то около 17 номиналов, поэтому спокойно заходите, изучайте кабинет, там все написано, целая табличка с доходностью, сколько там, что, почему. Изучайте кабинет, вам в помощь. Дальше. Супербыстрый поток. Это вообще самый короткий из всех потоков для ваших самых коротких свободных денег. Допустим, вам через месяца полтора надо что-то купить, вы отложили деньги. Вы можете два раза крутануть через супербыстрый поток и получить соответствующую прибыль в размере от 5 до 10% за 2 недели. Вот. То есть быстрые потоки так работают, что они отработал свои 30 дней, либо 2 недели, и он заканчивает свою работу. Дальше вы принимаете решение, либо его перезапустить и еще раз прокрутить за 2 недели, допустим, или за месяц. Либо с этими деньгами уйти в другой поток, либо вообще вывести на жизнь. Супербыстрый поток работает 2 недели. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15 нажатии кнопочки начислить премию. Поэтому супербыстрый поток – это линейные инвестиции. И также быстрый поток – это тоже линейные инвестиции. Это очень простые инвестиции. Каждый его поймет. Супербыстрый поток работает с заморозкой средств. То есть на 2 недели. Вы нажимаете, первое нажатие, второе у вас начисления идут, 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 идут. И на 15 нажатие вам сразу же и тело вклада, и процентик. Сразу же джук, все, вы получили. Все, поток закрылся. Он исчезает, в архиве у вас там добавляется. И у вас есть деньги и доход. Вы дальше принимаете решение. Либо заново его перезапустить, еще раз получить такой же доход. Либо пойти в какой-нибудь другой поток. Либо объединить с другими деньгами, пойти еще в другой поток. Либо просто вывести и наслаждаться жизнью. То есть каждый, кажется, указывает своя стратегия. Но общие стратегии, конечно же, мы все рассказываем на командном обучении, как, что это делать правильно. Более углублено каждый вид потока. Следующий поток – это, конечно же, растущий поток. Это зеленая вкладочка в вашем кабинете под названием РП – растущий поток. Поток, который растет со временем. Поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его последнего пополнения. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 100 тысяч в 250 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 500 тысяч в 1 375 после подтяжки и каренси, 1 миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов и так далее. В вашем кабинете есть процент приумножения в растущем потоке. Растущий поток – это нелинейный финансовый инструмент, его нужно понять в действии. Мы все рекомендуем открывать растущий поток от 10 тысяч. Он так устроен, что чем больше сумма входа в растущий поток, тем больше вы получите прибыль. То есть и в процентном эквиваленте, и в денежном эквиваленте. Растущий поток – это тоже хороший трансформационный инструмент. Он учит не просто правильные стратегии инвестирования, он уже конкретно заточен под правильную стратегию. И он будет давать правильное количество денег, если вы будете делать правильные действия. Растущий поток нужно выращивать в копилке, он учит терпению, он прорабатывает вашу жадность и страх потери. Это живой инструмент. В зависимости от ваших действий он шевелится, он, соответственно, реагирует на ваши действия. То есть давайте в трех словах я постараюсь объяснить. Допустим, я участник и хочу зайти в растущий поток на 100 тысяч. Соответственно, мне там надо будет еще на 1030 купить e-currency, чтобы добавить к потоку. И у меня была прибыль в потоке будет 250. То есть 100 тысяч плюс e-currency смешиваем, и у нас получается в потоке 250. И все. И теперь мы ежедневно нажимаем кнопочку «Начислить премию». И старт начисления идет от 0,3%. И каждый день растет на 0,01%. Будет следующее 0,31, 0,32, 0,33, 0,34. Таким образом, начисления постоянно-постоянно растут. Начисления идут от величины оставшейся суммы в потоке. Сначала у вас 250 тысяч, потом вы сделали начисление, у вас оттуда отнялось, и в копилочку перетекло вот эти ваши 0,3%. Там сколько будет? Несколько тысяч, да? Потом вы нажали, у вас еще. И каждый раз начисление у вас все больше, 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 она будет расти. А сумма в потоке будет уменьшаться. А сумма в копилке увеличивается. То есть у вас уменьшается, а тут у вас растет. Вот так вот растет, вот так вот. Копилочка у вас растет. Когда у вас копилочка уже такая большая, жирная, у вас несколько вариантов. Либо часть из копилки снять и реинвестировать, либо вообще снять, вывести на жизнь, либо часть снять, реинвестировать, часть и currency купить. Там столько разных стратегий, что, кажется, веер всяких разных вариантов, да? Это уже на командном обучении мы разбираем разные стратегии, что и как лучше делать. Вот, поэтому растущий поток, это дает шикарные возможности. С помощью растущего потока многие наши участники, лидеры гасят ипотеки, любую кредитную зависимость, задолженность. Дальше покупают машины, квартиры и так далее. Майнеры покупают наши же причем. И кто-то и currency хорошо затаривается, да? Вот умные люди хорошо затаривались и currency, когда оно было там еще по 40 рублей, по 50 рублей. Вот, и сейчас они, считай, в два раза приумножили свой капитал. Вот, но не думайте, currency будет так же дорожать. То есть сейчас оно 90 рублей, да? Ну, а доходило до 115 рублей. Сейчас на 90 уже так существенно притормозилось, уже все. И дальше опять рывок будет, скорее всего, вверх. Может, дойдет до 150 рублей. Поэтому очень важно и currency тоже затариваться всегда, чтобы у вас был резерв. Как для подтяжки потоки, так и для ваших, как говорится, таких вот классических инвестиций. Это купил подешевле, придержал и потом либо продал подороже, либо лучше всего поток пустил на приумножение всех ваших средств. Следующий поток – это, конечно же, накопительный поток, друзья мои. Это фиолетовая вкладочка в нашем кабинете под названием NP – накопительный поток. Накопительный поток – это деньги на будущее. Кстати, если у вас уже есть кабинет, то, конечно же, обязательно изучите накопительный поток. Там целая табличка во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Изучите накопительный поток, и накопительный поток дает возможность планировать свое будущее. Вот. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно обратитесь к вашему пригласителю, тому человеку, который дал вам эту информацию. И попросите реферальную ссылочку, он вам пришлет, вы зарегистрируетесь и начнете разбираться со всеми нюансами работы системы. Если же у вас нет пригласителя, то, конечно же, можете написать мне в личное сообщение. Возьму у вас свою команду, где у меня шикарное элитное командное обучение. Вот. Будете разбираться со всеми нюансами работы системы. Плюс еженедельное у нас очень крутое командное обучение. Вот. Уже много лидеров уже выросло в нашей команде и крепчают, много миллионеров становится. Поэтому, честно сказать, сердце радуется, когда люди так колоссально и круто меняют свою жизнь. Если же у вас есть пригласители, обязательно к нему обратитесь. Либо, если у вас нет пригласителей, вы не знаете, как попали в этот чат, то, конечно же, либо пишите мне, либо выбирайте любого лидера из списка, здесь скидывает бот. Все профессионалы, все грамотные, обученные люди и с хорошими результатами помогут разобраться со всеми нюансами работы нашей системы. А наша система создавалась не пьяным программистом за один вечер. Наша система создавалась 11 лет через множество проб, ошибок, нюансов, допиливания, дотачивания, доделывания чего-то. И вот родились денежные потоки, шикарнейший инструмент, который не просто учит, но и дает деньги на каждый день. Кстати, у нас выплаты каждый день. Вы можете раз в 24 часа снять деньги, столько, сколько вам надо из ваших потоков в соответствии с алгоритмами работы конкретно вашего потока. Так вот, накопительный поток – это деньги на будущее. По-другому мы его называем деньги из нашего будущего пенсионного фонда, либо фонд совершеннолетия. В накопительном потоке стратегия работы от 3 до 25 лет. Накопительный поток так устроен, что он имеет период накопления и период выплат. То есть, если вы выбрали по табличке «период накопления» 3 года, то период выплат будет тоже 3 года после периода накопления. Если выбрали 5 лет, то период выплат будет 5 лет. То есть накопительный поток позволяет вот тоже, это такой же стартовый, только он заточенный на долгосрок и дает очень офигеннейшую доходность, поэтому не думайте, что 3 года это как-то далеко, сколько уже прошло раз по 3 года, которые были когда-то далеко. Как вот так вот, бам, и пролетает все, так и дальше, время ускоряется, особенно когда постоянно идет сейтнот, 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 время быстрее, давай, там не успел, еще быстрее, поднажми, давай, вот когда живешь в таком режиме, время просто летит. А сейчас вся вселенная, вся цивилизация наша живет в таком режиме. Вот, поэтому, друзья, 3 года пролетят очень быстро и будем мы с вами сидеть вот так вот в 2027 году и также вести трансляцию, говорить, рассказывать о потоках и о том, как они изменили наши жизни. К лучшую сторону, конечно же, да, и что мы когда-то не поленились, открыли накопительный поток и сейчас имеем возможность как бы наслаждаться результатами этих действий, правильных действий. Вот, поэтому накопительный поток обязательно запускайте, вся табличка есть в вашем кабинете во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Там есть коэффициенты, то есть 1000 рублей там через 3 года превращается в 5000 рублей. Конечно же, чтобы она превратилась, нам надо в течение 3 лет ежемесячно оплачивать 1000 рублей в поток, пополнять его и подтягивать нашу криптовалюту и currency. Если мы это все делаем дисциплинированно, то у нас все дисциплинированно и происходит, и выплаты нам в течение, соответственно, периода выплат, а это тоже, соответственно, 3 года. Вот, поэтому накопительный поток – шикарный поток. Еще один поток, о котором сегодня я вам расскажу, это поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея. Это вкладочка LT, черная вкладочка в нашем кабинете. Вот, заходим туда, и первое, что нам надо почитать – это правила лотереи. Это красная кнопка такая по центру экрана, нажимаете и читаете правила лотереи. В лотереи у нас три вида лотереи. Это первая – это классическая лотерея стоимостью 100 рублей и джекпот 300 тысяч. Вторая – это синяя лотерея стоимостью 500 рублей, джекпот у нас 500 тысяч. И золотая лотерея стоимостью 1000 рублей и джекпот – миллион рублей. Поэтому, друзья, джекпотов сорвано уже за эти сколько тут, 4 месяца, наверное, больше 20 штук. Поэтому люди кардинально меняли свои жизни, чего, говорится, и вам желаю. Поэтому выигрывает тот, кто, конечно же, играет. Поэтому обязательно хоть одну лотерейку, но всегда у вас должна быть заначки для того, чтобы у вас ваша волна удачи, когда ваши звезды зайдут в гармоничное расположение, она сыграла и материализовалась в виде вашей лотерейки и джекпота соответствующего. Вот, поэтому обязательно изучаем правила лотереи в кабинете. Она у нас беспроигрышная, играет до момента выигрыша. Играет, считается сыгранным билет, когда совпало 2 числа, 3 числа, 4 числа и 5 чисел. Это джекпот. Вот, соответствующие выигрыши все есть в вашем кабинете во вкладочке, в кнопочке правила лотереи. Дальше идем. Давайте подытожим, прежде чем я перейду дальше, давайте подытожим, о чем я сейчас рассказал. Я рассказал про базовые потоки, которые есть в кабинете, и при регистрации вы сразу их видите. Первый поток – это стартовый поток, обычный стартовый поток. Второй – ускоренный стартовый поток. Третий – это у нас обычный быстрый поток, супербыстрый поток, который 2 недели работает. Дальше – растущий поток, пятый поток. Шестой у нас поток – это накопительный поток. И седьмой – это наша беспроигрышная лотерея, либо поток удачи, по-другому народ ее назвал. Семь видов потоков у нас есть только в кабинете. То есть это семь основных видов потока. Это как, не знаю, как топор. Вот он и есть, и он рубит, и рубит, и рубит, и рубит. В зависимости от того, как вы, как говорится, пользуетесь этим топором. Вот, поэтому… Но сейчас эти возможности в нашем сообществе не прекращаются. Эти возможности только начинаются. И когда вы не только разберетесь с потоками, у вас появится куча еще возможностей. Я записал целый эфир 17 денежных потоков. Обязательно его посмотрите. Зайдите на мой YouTube-канал. Найти его очень просто. Наберите просто, зайдите youtube.com и наберите Андрея Лисеев. И все, вы увидите мой канал. Зайдете туда и в списке видео найдите 17 денежных потоков. Такая фиолетовая, как бы, фиолетовый баннер. И написано 17 денежных потоков. Рекомендую вам посмотреть и, конечно же, изучить все возможности, которые есть в нашей системе. А они будут с каждым годом все больше, больше и больше. Какие еще есть две очень шикарные возможности? Это, конечно же, вспомогательные потоки. То есть, денежные потоки, которые вам раскроет ваша вкладочка в кабинете под названием «Вознаграждение за развитие проекта». То есть, заходим в кабинет, нажимаем на вторую вкладочку сверху, красная называется «Вознаграждение за развитие проекта». И читаем еще два прекраснейших потока. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламы. Весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров сообщества. Поэтому все, кто хочет, могут участвовать в реферальной программе в том числе. Кто не хочет, могут не участвовать. У нас все добровольно. Поэтому мы называем сообщество свободных людей. Поэтому я затрону еще два мощных потока. Это бонусы за развитие проекта. Первый – реферальный бонус, либо реферальный поток начислений. Это из-за личных приглашенных. То есть, те, которые вы пригласили лично в вашу первую линию. От 2 до 7% в зависимости от потока вам будут идти реферальные бонусы. Следующий – это лидерский, либо командный бонус. Когда вы уже разобрались со всеми потоками. Когда у вас уже 10 человек в вашей первой линии. Когда вы уже, соответственно, имеете желание идти дальше. И вы информируете своего лидера, что у вас уже есть и 10 человек без родственников. Потому что понимаете, что родственники – это можно всех родственников собрать, по 1000 рублей закинуть. И вот он, я лидер. Это не лидерство. Это называется мухлеж. Нормальных, обычных людей, которые хотят развиваться в нашей системе. Приглашайте, которые будут, соответственно, открывать потоки и менять свою жизнь к лучшему. Наша система, я говорю, заточена не для того, чтобы вы срубили бабло. А для того, чтобы менять жизни других людей к лучшему. Высвобождая их от нужды зарабатывать деньги. Есть возможность заработка денег, а есть нужда заработка денег. Это вещи совершенно разные. Нужда, когда ты должен тебе надать и приходится безвыходная ситуация, ты должен батрачить. Понимаете, да? Так вот наша система создана, чтобы из этой нужды человека достать. Чтобы у него появилось время, уделить время себе, разобраться со своей жизнью, ресурсы, уделить время семье и так далее. Так вот, лидером на заявку на лидера может подать участник, который, соответственно, пригласил в первую линию 10 человек, и у него соответствующая глубина открывается до седьмого уровня. И в ячейке его личных участников, в которых он консультирует лично как лидер, до бесконечности. Поэтому, друзья, обязательно пользуйтесь этими прекрасными возможностями. Это бонусы за развитие проекта. И участвуйте в распределении рекламного бюджета нашего сообщества. Вот. Это что касается потоков, да? Теперь, друзья мои, я давайте расскажу вам о финансовой инфраструктуре, которая сейчас есть в нашем сообществе, да? То есть это то, что создано для того, чтобы вы на долгосроке пользовались ей и жили, используя все эти инструменты. Что такое инфраструктура? Прежде всего, инфраструктура – это то, что облегчает жизнь в долгую, да? Есть, не знаю, инфраструктура города, есть инфраструктура, не знаю, чего-то еще, да? Вот, допустим, инфраструктура города, да? Берем вода, канализация, холодная и горячая вода, отопление, вентиляция, уличное освещение, тротуарчики, либо их отсутствие, асфальт до вашего дома, там, не знаю, или подъезда, вот, и так далее, да? То есть вот это все ливневые стоки, кстати, тема сейчас лета, пойдут дожди, поэтому где инфраструктура слабенькая, ливневые стоки не прочищены, либо плохо работают, вот те будут улицы тонуть просто в воде, такие бум, и машины, вы видите, да, мной часто. Вот, поэтому это все финансовое, это все инфраструктура, да, города, она очень дорогая, ее делать очень долго, и обслуживать еще надо, это дорого тоже. То есть инфраструктура всегда делается с одной целью, с ней жить на долгосрок. То же самое у нас есть финансовая только инфраструктура, она тоже создавалась очень долго, она стоит очень дорого, несколько десятков миллионов долларов вложила в сообщество, чтобы у нас были эти инструменты, и они созданы для одной простой цели – с ней жить и наслаждаться использованием этой инфраструктуры, потому что инфраструктуру надо всегда обслуживать, за ней надо следить и так далее и тому подобное. Поэтому в данный момент вы используете всю инфраструктуру. Сейчас только у нас 9 сайтов в доступе, это только сейчас, да, дальше еще будет куча всевозможных возможностей. Поэтому на данный момент что у нас есть? Четыре фонда коллективного самообеспечения. Это касса взаимопомощи нового поколения в рублях, общеевропейская касса взаимопомощи в евро, испанская в евро и польская в польских злотых. Дальше у нас есть два криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса и Мани Сторож. Сберкасса заточена в основном для работы на постсоветском пространстве, Мани Сторож в основном заточен для работы и на западной финансовой системе. Но везде и там и там может участвовать в принципе любой человек. Никаких ограничений в этом нет. Дальше. У нас есть своя криптовалюта e-currency и не одна. Но в основном сейчас мы пользуемся e-currency. Вот. E-currency на данный момент является основным платежным средством. Причем это не коин, не токен. Это универсальное платежное средство. Я бы сказал, это криптовалюта 3.0. Развитие криптовалюты. Это универсальное платежное средство. Дальше. У нас есть облачный майнинг, с помощью которого мы майним нашу криптовалюту e-currency. На этом тоже можно прекрасно зарабатывать. Криптовалюта e-currency только за последний, сколько здесь, год выросла в 30 раз. То есть, понимаете, если бы вы знали бы об этой прекрасной возможности год назад и вложили бы миллион рублей в e-currency и придержали бы их до сегодняшнего дня, то вы бы смогли продать e-currency на 30 миллионов рублей, что и делают умные люди, друзья мои. Поэтому, как важно знать, быть в нужном месте с нужными людьми и знать нужные возможности и, конечно же, уметь их взять в нужное время. Вот, поэтому, друзья, но на этом не все. E-currency у нас будет расти и дальше. Будет оно и 200 рублей, и 300 рублей, и 500 рублей. И если брать в рублевом эквиваленте, если в евро, соответственно, и 5 евро, и 7 евро, вот, и будете вспоминать тот день, когда он был там всего лишь по 90 рублей, как сейчас, да? Вот, и можно без проблем сделать x5, когда оно будет 450 рублей. Тоже это все возможно вполне. Поэтому тут уже стратегии у каждого самостоятельно. Поэтому многие наши участники обязательно накапливают какую-то часть дохода, они используют на покупку e-currency. И e-currency удерживают, да? Не для того, чтобы, во-первых, это капитал. Капитал должен расти. И, во-вторых, e-currency у нас все время используется в потоках. Вот, поэтому это хорошая возможность для того, чтобы дополнительно запустить себе еще один поток за счет роста курса нашей криптовалюты e-currency. Так вот, облачный майнинг помогает нам майнить e-currency. На этом тоже можно зарабатывать. Дальше. Что у нас еще есть в нашей финансовой инфраструктуре? Это свой собственный блокчейн. Что такое блокчейн? Это система учета данных. Не каждый банк, даже европейский, имеет свой собственный блокчейн. Вот недавно, месяца три назад, была новость о том, что компания Sony только начинает планировать о создании своего собственного блокчейна. У нас же свой блокчейн уже был давным-давно, лет пять назад уже мы им пользуемся. И он с офигенной большой скоростью транзакций. Вы, когда начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, вы это почувствуете. Насколько молниеносно идут переводы. И это дает соответствующие шикарные преимущества. Дальше. Что следующее? У нас своя нейросеть. Уже больше двух лет нейросеть встала на службу нашей системы. Это просто вообще чудо. Смысл в том, что нейросеть заточена под самообучение. То есть она по ходу дела еще самообучается для того, чтобы обеспечить, цель и задача ей поставлено, это обеспечить вечность работы нашей системы. То есть она заточена, чтобы наша система работала вечно, пока она нам будет нужна. То есть она отвечает за безопасность существования нашей системы. Поэтому на данный момент нейросеть сейчас активно уже два года у нас великолепно работает полностью. Мы убрали человеческий фактор. И это дает очень хорошее преимущество. И так далее. У нас еще много проектов на стадии запуска и разработки. Но вы хотя бы это возьмите, все, о чем я, как говорится, уже перечислил. И тогда можно будет идти дальше. Теперь давайте я вам расскажу, отвечу, вернее, на самые часто задаваемые вопросы. Первое. Откуда деньги? Второе. Пирамида не пирамида? Лохотрон не лохотрон? И, конечно же, это приглашать надо, либо не надо? Вот это часто задаваемый вопрос. Откуда деньги? Деньги из множества источников. Давайте сейчас вам пять о них расскажу. Но я еще знаю штуки две, три так точно. Но о них я рассказываю уже на командном обучении. Первое. Основной источник дохода, конечно же, это от прогнозируемого роста курса нашей криптовалюты и каренсии. Потому что курс и каренсии растет, а это хорошая статья дохода нашего сообщества, которая идет на перераспределение внутри наших кабинетов по соответствующим алгоритмам ваших запущенных денежных потоков. Дальше. Второй источник дохода от справедливого перераспределения. Не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Это принцип, можно сказать, короля Артура, круглого стола. Знаете, вот такой принцип? Круглый стол короля Артура. Когда он собирал других королей, первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. Вот. Поэтому этот принцип заложен в одноранговой сети. Это вот когда в поход идем, все вместе садимся у костра, собираемся всеми продуктами, которые каждый захватил с собой, и получается очень шикарный, красивый, вкусный суп, борщ, не знаю, уха, что захотите. И кормим друг друга, да. Это называется справедливое перераспределение. Вот. Поэтому, друзья, пирамидальная система – это совершенно другая перераспределение благ и ресурсов. Это когда низы кормят верхи. Да. Также вот когда вы посмотрите фильм «Деньги. Пирамиды. Долгов», вы поймете, в каком мире мы с вами живем. Возьмите вот прям сегодня, ладно, сегодня у кого вечер, завтра обязательно идите в обменник, в банк, и говорите, я хочу купить один доллар, продайте мне один доллар. Вот. Возьмите в себе, как бы, вот кто меня услышит, у кого в кошельке будет всегда лежать один доллар, тот больше поймет, что такое мировая финансовая система и как она устроена. Доллар переворачиваем, и там четко нарисована пирамида, нарисована, всевидящее око. Что такое всевидящее око? Это верхи, да, а пирамида, вот эти вот звенья, это все низы. Там где-то посерединке средний класс, потом чуть-чуть побогаче, и вот самые, это вот верхи, да. Вот. Слышали новости буквально три недели назад, что скоро появится долларовый триллионер, друзья мои, да. Миллиардов уже мало, уже триллионеры скоро будут. Это называется, а тем временем 5 миллиардов людей на земле ухудшили свое качество жизни. Поэтому, друзья, это называется пирамидальная система распределения благ. И на данный момент у нас совершенно другая система. У нас принцип природный, природа всегда всем дает в равном количестве. Вот. Все животные в природе едят вдоволь, столько хотят и где хотят. И если, конечно, не вмешивается человек и не начинает их там двигать туда или сюда, да, животные спокойно живут и, во-первых, свободной жизнью, им не надо зарабатывать деньги. Представляете? Мы, как люди, мы, как люди, считаем, что мы поэволюционная лестница выше животных в дикой природе, да. А в итоге что получается? Животному не надо зарабатывать деньги, он без них вот так живет. У животного еды вдоволь, матушка природа обеспечивает ему полностью. Дальше воды вдоволь, все бесплатно. Воздуха вдоволь, все бесплатно и так далее. То есть дикое животное в матушке природы это абсолютно свободное существо, свободное, да. А человек современный это существо несвободное получается, да. И мы считаем, что мы по эволюционной ступеньке выше находимся, да. Я очень сомневаюсь, очень сомневаюсь. Нам еще надо реально поучиться, еще много к чему у матушки природы, прежде чем на себя надевать такую корону, которая нас скоро придавит, если мы с этой планетой будем обращаться так же, как сейчас продолжает обращаться это человечество. Планета-то у нас одна, нет другой планеты. Поэтому никто отсюда не сбежит с планеты Земля. Поэтому на данный момент у нас нет другой планеты. И надо этот мир беречь и заботиться о нем. Иначе уйдем в небытие, как многие цивилизации на этой планете Земля. Вот. Справедливое перераспределение, вы поняли, что это такое, да. Идем дальше. Третий источник дохода, это от того, что у нашей системы нет хозяина. И весь доход остается в сообществе, друзья мои. У нас нет хозяина, у нас некоммерческий проект. У нас в системе, в сообществе много денег. Но у нас некоммерческий проект. Вот прикол в чем, да. У нас социально-образовательный проект. Финансово-социально-образовательный. Учит обращаться с деньгами, дает деньги. И, соответственно, через него вы становитесь финансово свободны. В то же время у нас некоммерческий проект, у нас нет хозяина, владельца, учредителя, серого админа, по-другому еще как-то можно назвать, там, не знаю, совета директорового акционера какого-нибудь, не знаю, у нас этого ничего нет. У нас народный проект, который создан для того, чтобы народу через взаимопомощь дать деньги. Вот намного, очень элементарная, простая система, но в то же время, в которой собраны все знания из успешного объединения людей в дореволюционной Российской империи. Дальше, из касс взаимопомощи Советского Союза были же и черные кассы, и кассы взаимопомощи на уровне профсоюзов. Дальше, люди объединялись в гаражные кооперативы, строили гаражи сами, люди объединялись в строительные кооперативы, вот, и так далее. Даже в 90-е бандюганы объединялись в общики, казалось бы, да, то есть мало того, что, ну, бандит бандиту вообще доверять не должен, да, они на темной стороне находятся этой жизни, но тем не менее, даже они доверяли друг другу и объединяли ресурсы и активы для того, чтобы сделать что-то большее, что-то более существенное, понимаете, да. Если уже они до этого додумались, то нам с вами, обычным простым людям, почему бы это не сделать, чтобы улучшить хотя бы качество своей жизни. Это уже далеко пойдет, это даст вам существенные большие изменения во времени вашем свободном, здоровье, если вы улучшите качество своей жизни. Ну, и, конечно же, переоценку ценностей это однозначно заставит провести. Следующее. Так, по третьему принципу у нас нет хозяина. У нас есть просто идейные основатели. Идейные основатели – это человек, который создал систему для того, чтобы, по сути дела, голодные люди объединились и помогли друг другу. Все. Наш основатель – это сытый человек, давным-давно уже разобравшийся с деньгами. И он только пять лет думал для того, чтобы создать систему для других голодных людей, чтобы они научились помогать друг другу, доверять друг другу. И за счет этого у каждого из них улучшилась жизнь. Понимаете, да. Вот у него была такая миссия, мечта. Он человек планеты, и у него человек миссия, человек мечта. Потому что свои вопросы он уже закрыл еще в том далеком 2006 году. Это, блин, скоро уже 20 лет будет, как он еще до момента задумки сообщества закрыл все свои вопросы. Поэтому коммерческих проектов у него без нашего сообщества хватает. Поэтому на данный момент сообщество не придумывалось и не создавалось с идеей срубить бабло. Коммерческий данный сообщество создавалось с идеей создать систему кассы взаимопомощи нового поколения. Следующий источник дохода – это, конечно же, деньги от постоянного пополнения наших потоков. Наши потоки так устроены, что их надо постоянно пополнять. Понимаете, да? То есть я каждый раз пополняю свой поток, он мне дает все больше. Я и больше пополняю, он мне еще больше дает. Поэтому каждый из нас, мы постоянно пополняем свои потоки. Берем, пополняем, берем, пополняем. Мы постоянно, так заточена система, мы постоянно в бассейн наливаем воду, и потом берем по чуть-чуть из этого бассейна. Налили туда куб воды, куб воды с помощью e-carrency превратился в три куба воды, и мы потихонечку оттуда берем. Потом еще удалили, потом еще берем. И вот так вот мы берем, 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 и у всех все выдыхают, потому что деньги есть всегда. Все выдыхают, потому что деньги каждый день можно вывести. Все отдыхают, потому что приглашать не надо. А, ну да, забегая вперед, об этом сейчас буду рассказывать. Так вот, деньги, наши потоки так устроены, хитро, что их надо обязательно пополнять. За счет этого вы, во-первых, тренируетесь, психоэмоционально тренируетесь. Раньше такого не было, когда я пришел, такого не было, что их надо постоянно пополнять. Вот, и, конечно же, вы становитесь более финансово свободны. Так, следующее. Последний, пятый источник для вас, да, на командном я еще несколько источников дохода рассказываю. Ну, а даже этого достаточно. Пятый источник, который я уже заметил, заметил сам, когда стал анализировать развитие команды, я заметил такую вещь, что некоторые участники, когда уже команда большая, уже появляется в голове статистика. Где-то около 10-15%, иногда больше, иногда меньше, участников. И, причем, в разной промежутке времени это, ну, проценты разные. Иногда, я говорю, уменьшается, потому что многие участники допирают, что все-таки так не надо делать, да. Вот. Которые говорят, нам не надо ваши знания, у нас своя стратегия. Мы не хотим обучаться, какие-то там ролики смотреть, там что-то на командное обучение ходить. Зачем? У нас своя стратегия. И начинают делать глупости в системе. Эти глупости приводят к тому, что они недополучают деньги. То есть, если можно пополнить, там, не знаю, в растущем потоке 10 тысяч, превратить их в 20 тысяч, то они пополняют несколько раз по 3 тысячи до десятки, да. И будут получать не 20 тысяч, а получат там 17 тысяч. И 3 тысячи экономия. То есть, система бы и рада бы дать им больше. Ну, так не берут же. Потому что стакан слишком полный. Его надо распотрошить, стакан очистить, войти в состояние, обнулиться немножко, в состояние ученика и начать учиться. Вот. Именно поэтому огромная экономия средств идет за счет неправильного распределения вот таких вот внимания участников, которые не хотят учиться. Вот. Поэтому за счет этого неправильные, неэффективные действия. За счет этого огромная экономия у системы на таких участников, которые бы и рада дать. Ну, так не берут же. Потому что не хотят учиться. Наша система так хитро заточена, что те люди, которые не хотят учиться, будут делать неправильные действия. Соответственно, получать менее интересный финансовый результат. Вот. Поэтому вот этот момент, он очень интересный. Те люди, которые любят учиться, у нас тут офигенно преуспевают. Эти люди, ну, просто полгода-год они просто выскакивают, выстреливают в свободную жизнь и говорят, у меня все очень хорошо. Это те люди, которые любят учиться. Вот. Поэтому, так, теперь следующий, откуда деньги, я рассказал. Теперь про пирамидальную систему поняли, да? Пирамида – это когда низы кормят верхние. Да. У нас в сообществе одноранговая сеть. У всех кабинеты одинаковые, алгоритмы одинаковые. Неважно, когда вы пришли. Старичок, вы новичок, середнячок, там, называйте, как хотите. Да. Вы пришли вчера, сегодня, там, или 10 лет назад в сообщество. У вас кабинет одинаковый. Алгоритмы одинаковые. Возможности у всех одинаковые. Но как вы управляете своими кабинетами, какие вы потоки открываете, на какие номиналы, сколько их и так далее. Вот это, в этом большая разница между участниками. То есть, как вы ими управляете, стратегии управления, вот в этом офигенно большая разница. Вот. Поэтому возможности всем одинаковые, но результаты у многих разные. За счет того, что кто-то хочет учиться, кто-то не хочет. Кто-то правильно управляет, кто-то неправильно. Кто-то эффективно, кто-то неэффективно и так далее. И уже в эволюционном режиме проявляются очень интересные участники, которые делают все правильно, которые любят учиться и у которых все очень быстро становится хорошо. Если у кого-то становится медленно хорошо, значит, меняйте стратегию, начинайте учиться, и у вас все тоже будет очень хорошо. Идем дальше. Идем дальше. По поводу лохотрон и лохотрон. Когда я слышу вот эти вот вещи, это говорит о том, что человек не мыслит своей головой. Он основывается на мнениях чужих каких-то там экспертов, людей и так далее. То есть для меня это человек, не имеющий своего мнения. А человек, не имеющий своего мнения, это холопское мышление, которое и из древности пришло. Потому что холопу думать не надо, у него барин есть. Барин придет и рассудит всех. Помните из литературной программы школьной? Барин придет и всех рассудит. Понятно? Холопу не надо думать. Так вот, вот эта вот привычка дурацкая, она с поколения в поколение где-то застревала в голове. И передавалась от родителям к детям, от родителям к детям. Даже потом крепостное право отменили, все равно она передавалась. А потом еще что-то. Ну, короче, смысл в том, что вот это вирус, я называю это вирус. Так вот, человеку сложно думать своей головой, анализировать, сравнивать, пытаться понять глубину, философию и так далее, разобраться. И он, прежде чем разобраться, он начинает навешивать ярлыки чужих мнений. Своего-то нету. И начинает чужих мнения. Бам, там, не знаю, там, лохотрон, там, не знаю, еще какой-то там, текст, еще всякую ерунду. Что такого у людей в голове нет? Телевизор-то всякую ерунду говорит. Мало что хорошего по телевизору вы найдете. В том количестве, в котором надо, чтобы ваш мозг был такой уже пригруженный дерьмом, извиняюсь за выражение. Поэтому это называется информационное дерьмо. Поэтому если вы смотрите телевизор, вы свою голову информационным дерьмом просто загрязняете. Оно никуда не денется, оно там останется. Вот поймите, да? А потом его придется чистить. Чистка – это всегда болезненный процесс. Поймите вот этот момент. Чистка тела, болезненный процесс часто бывает. На голодание поедьте, хотя бы 10 дней поголодайте. На третий день будет подколбашивать уже солидно, нормально тогда, пока не перестроится организм на внутреннее питание. Потом уже будет лучше. Но в любом случае это кризис определенный. Многие даже боятся даже об этом подумать. Я уже не говорю, что это осознанно прожить. Это уже для этого надо осознанность. Если человек хочет долго жить, ему придется хотя бы раз в год уделить себе время. Мы обслуживаем машины, мы обслуживаем там все, что угодно. Но себя мы вообще не обслуживаем. Мы свое тело даже не знаем, где у нас что устроено и как это все работает. Поэтому тот, кто захочет жить подольше, тот уже начнет этим заниматься, в этой теме копать, изучать. Вот, поэтому так и здесь. Либо вы начинаете нарабатывать свой личный опыт, разбираться, либо вы основываетесь на мнении какого-то там непонятно кого. И, соответственно, все возможности в вашей жизни проходят мимо, потому что у вас одни ярлыки. Потому что своего опыта ноль жизненного, а вот ярлыки, ярлыки, вы идете по этим ярлыкам. Вот, и в итоге приходит время, когда результата ноль, потому что ярлык – это блокиратор действий, да? То есть ярлык, он говорит о том, что «Ой, я уже тут знаю все». Вот когда человек говорит «Я все знаю», мне смешно становится. Даже мудрейшие мудрецы в этом мире, типа Конфуция, говорили, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я нихрена не знаю. Понимаете, да? А когда мне человек говорит «Я это уже прошел», «Я жизнь прожил», «Я там тося», я понимаю, что только все начинается у этого человека по-настоящему. У него просто одна большая корона, которая его скоро конкретно придавит, ему будет очень больно и плохо. Вот поэтому, друзья мои, заниматься ярлыками и навешиванием ярлыков на все подряд не советую. Советую начинать вырабатывать свое собственное видение, свое мнение и разбираться самостоятельно, чтобы не кто-то за вас разобрался, чтобы не вы пришли, как в пятом-шестом классе, и списали домашнюю задачу, чтобы кто-то решил, а вы списали просто тупо. Нет, так не получится. Просто в школе жизни такое не проходит. Списывание не получится у вас списать. Как вы можете списать домашнее задание по уроку счастья, по уроку любовь, по уроку принятия, по уроку злость, гнев, обида, зависть, по уроку прощения и так далее. То есть вы не сможете на этих уроках списать домашку. Вам придется эти уроки прожить, пройти, на своей шкуре это все испытать и в своей голове правильные мысли простроить, если, конечно, вы хотите правильных, хороших результатов, в которых вы довольны которыми, которыми вы гордитесь и которые вам дают как бы другое качество жизни и радость жизни и внутреннее наполнение. Если вы этого хотите, то, конечно же, вы начнете уже развиваться самостоятельно и сдавая вот эти вот уроки базовые. Вот их надо в школе проходить, а не химию и физику. В том числе, которая, по большей части, никому сейчас вам не нужна. Идем дальше. По поводу лохотрона все поняли, да? То есть, когда люди начинают... Это говорит о том, что человек перед вами, не владеющий своей собственной... не имеющий своего мнения. И свое мнение основывается только на своих собственных знаниях и на том, что он разобрался, да? Вот. Можно заглянуть куда-то, во что-то, разобраться, только потом мнение возникает. Это называется здравомыслие, да? Вот. И пока не заглянешь, ты мнение не можешь сформировать, тебе не на чем его формировать. Вот. А тот человек, который смотрит телевизор, он основывает свое мнение на том, что передали по телевизору. По телевизору передали. Вот так вот. Понимаете? То есть, мне просто улыбка возникает от того, что иногда вот передали по телевизору, по радио передали. Вот. Я иногда называю этих людей поколением передали. Вот. Поехали дальше. Следующий вопрос сейчас создаваемый, это приглашать, не приглашать. В сообществе нет обязательных приглашений. Хотите, приглашайте. Хотите, не приглашайте. Вот это вот фишку приглашений, обязательных, как в коммерческих проектах, у нас уже давно ее нету. Как бы наши потоки, денежные потоки, они сами себя приглашают. Поэтому хотите участвовать в распределении рекламного бюджета, пожалуйста, участвуйте в реферальной программе. Не хотите, не участвуйте. У меня есть великолепно, участники, которые ни одного человека не пригласил, он крутит своими миллионными потоками, у него все хорошо. А есть участники, которые, наоборот, у него не было денег, у него были большие потери где-то, и он создал большую команду, и теперь у него тоже миллионные потоки, у него тоже хорошо, все хорошо. Поэтому есть два человека, которые один приглашал, другой не приглашал, и у обоих все хорошо. Поэтому у нас нет обязательных приглашений. Это раз. Во-вторых, даже само слово приглашение в нашей системе неуместно. Мы не приглашаем никого. Мы говорим просто, где мы берем деньги. А другие люди пускай сами решают, надо им здесь также вместе с нами брать отсюда деньги, либо не надо. Если не надо, пускай они идут и берут деньги там, где они берут. А если надо, пускай присоединяются и становятся участниками. Все очень просто. Вот, это часто задаваемые вопросы, в основном я на них ответил. Теперь еще пять минуточек, и будет у вас возможность ответить, задать, вернее, мне какие-то вопросы, и я постараюсь на них тоже ответить. Поэтому записывайте, если у кого-то что-то появилось. Вот. Что еще хочу вам интересного рассказать? Ну, про Арабские Эмираты вы еще поняли в прошлый раз. Если кто не был на эфире, смотрите предыдущий эфир. Я рассказывал в прошлый раз про систему перераспределения денежных средств в Арабских Эмиратах, которые они создали за 60 лет существования их государства. Да, потому что до этого они, по сути, были колонией англичан. Вот. После того, когда они, можно сказать, высвободились, в 68-м году они только высвободились, представляете, да? Но только они, можно сказать, независимость. У них конституция своя начала формироваться и сама, можно сказать, государственность своя собственная. Вот. Поэтому это, я бы сказал, молодое государство, но уже довольно хорошо стоящее на ногах. Вот. Поэтому, друзья мои, скажу вам честно, что здесь стоит задержаться, здесь стоит разобраться и стоит ходить на командное обучение. Вот. И вы поймете, что не просто так, несколько сотен тысяч людей вот уже многие года инвестируют в денежные потоки. Вот. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни и жить вам станет реально проще. Денежные потоки – это не какой-то маленький коммерческий проект в интернете. Это, во-первых, не коммерческий проект. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, где действуют справедливые законы перераспределения денежных средств. И когда вы стопроцентно разберетесь с нашими денежными потоками, то вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет, а сообщество выше тем более. Поэтому, друзья, у меня все. Кто хочет задать какие-то вопросы, можете поднимать руку. Давайте пять минуточек пообщаемся. У кого-то есть прекрасная история, тоже готов выслушать. Может, у кого-то какие-то хорошие пополнения потоков есть. Кто-то какие-то покупочки сделал, да. Кто-то, может, машину, квартиру. Давайте гордитесь, делитесь с другими участниками. И, соответственно, сейчас у вас есть возможность. Поднимаете руку, центральная кнопочка синяя, поднять руку. Как только вы нажмете ее, я увижу, что у вас поднятая рука. И, конечно же, включим микрофон, и будет у вас возможность задать вопрос. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, пока есть время. Успех от слова успевать, использовать предоставленную возможность. У вас сейчас возможность задать вопрос. Не пишите мне потом в личку и с вопросами. У вас есть сейчас возможность задать вопрос. Потому что не всем я отвечаю в личке, потому что цейтнот полнейший. Очень много времени уделяется и команде, и развитию, и так далее. Так. Раз, два, три. Еще есть пару секунд. Есть. Натусик ЕКБ. Интересное имя. Наталья, наверное, вас зовут, да. Микрофон включен. Наталья, слушаю вас. Центральная кнопочка. Нажмите обязательно на микрофон. Видео, да? Приветствую. Даже видео. Первый раз, видите, как удачно все. Здравствуйте. Я вот пенсионерка. Случайно зашла к вам. Слушаю уже несколько раз. Мне очень интересно. Ну, я, конечно, много неграмотно, много не знаю. Мне просто интересно. Конкретно чистый вопрос. Я получила пенсию. Я хочу к вам в поток. Я совершенно неграмотна. Я буду учиться. Но что я должна сказать, сделать сразу, первый раз? Во-первых, вы должны зарегистрироваться. То есть мы даю, допустим, я вам даю ссылочку. Вы зарегистрировались. После того, как вы зарегистрировались, я вам даже лотерейку подарю, чтобы у вас была возможность выиграть джекпот. Да, 300 тысяч. Это первым. Потом дальше мы создаем криптовалютно-платежный сервис. Вы там создаете кошельки. Это криптовалютно-платежный сервис, это наш интернет-банкинг. То есть у вас же есть Сбербанк онлайн или Альфа-банк. Вот у нас такой же, Сберкасса называется. Представляете? Помните, как в советское время Сберкасса? И вот традиции Сберкассы наше сообщество восстанавливает полностью. Вот такая же Сберкасса, такая онлайн Сберкасса. На Сберкассе создаем кошельки. Когда вы уже все это сделали, настроили себе и кабинет, и Сберкассу, мы определяемся с вами с вашим бюджетом и с вашими целями. Мы пляшем от ваших целей к вашим, от вашего бюджета к вашим целям. Вот этот момент он важный. На этом моменте часто у людей стопор. Почему? Потому что, во-первых, цели не привыкли ставить. Это мы не учили. Цели образования – это целая наука. Как правильно поставить цель себе. У кого-то слишком большие цели, у кого-то слишком маленькие цели. Выбираем хорошую, нормальную цель, которую вы действительно всем сердцем хотите, чтобы она была достигнута. Поэтому ставим цель. Допустим, кто-то хочет пассивный доход. Не знаю, в месяц 100 тысяч. Кто-то хочет новую машину, кто-то квартиру, кто-то хочет кредит погасить. У каждого свои цели, все люди разные. Поэтому ставим цели и пляшем от вашего бюджета. И плавно начинаем создавать потоки, те либо иные, в зависимости от бюджета, я рекомендую. В идеале открыть все потоки на минималку и начать их крутить, разбираться. Как только вы разобрались, у вас появляется знание. А знание величина бесконечная. Вы эти знания можете другому человеку рассказать. Вы эти знания можете правильно воспользоваться и так далее. Многие люди говорят, у меня нет денег. Я говорю, а кто тебе мешает пройти все командное обучение и сюда знания закачать и рассказать другому человеку? Может быть, он с миллионом не знает, куда его засунет. Он засунет куда-нибудь ее в матрицу какую-нибудь и бам, и провалился, потому что ни хрена не умеет приглашать. У него такой миллион. И все, он не знает, куда его засовывать. Надо же знать еще, куда деньги засунут. Одно дело, деньги заработать, второе, деньги сохранить. Третье, деньги приумножить. Это три науки. Да? Все эти три науки можно в нашей кассе взаимопомощи великолепно соединить и получить хороший результат. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо, да. Спасибо большое. Можете написать мне в личные сообщения. Все. Видите, даже уже, вот Наталья успешная, потому что даже уже вышла в эфир, не побоялась задать вопрос. Благодарю, Наталья, шикарный у вас вопрос. Я думаю, что многим он был, ответ очень полезен. Еще какие вопросы? Еще у вас есть пару минут. Давайте. Раз, два и три. Не вижу пока рук, значит, всем все понятно. Все, друзья. Хорошего всем вечера. Всех люблю, обнимаю, целую. Я горд, что вместе мы находимся в этом прекрасном сообществе, и где у всех все очень хорошо. Жму руку, и до новых встреч, до новых эфиров.